В Ливии Муаммар Каддафи сегодня опроверг слухи о своей смерти. Впервые из ударов НАТО, в результате которых погибли его внуки и сын, ливийский лидер появился на публике. Государственное телевидение сегодня показало кадры, на которых Каддафи встречается с шейхами племен. Между тем, ливийские повстанцы вновь перешли в наступление. Сегодня агентство передали информацию о том, что мятежники захватили аэропорт Мисураты. С последними новостями из Ливии наш обозреватель Архан Джамаль. Привет, Архан. Здравствуйте. Действительно, сегодня появились кадры Каддафи, который встречался с лидерами племен, принимал их заверения в том, что они на его стороне. Как водится, сразу же возникли сомнения, насколько свежая эта запись, потому что тут же предположили, что, может быть, и раньше было сделано, про запас держали. Такие сомнения есть всегда. Хотя, честно говоря, всерьез информацию о том, что Каддафи убит, ее никто не воспринимал. Это было просто предположение. Что касается повстанцев, да, действительно, есть заметная активизация, причем она сразу на нескольких направлениях. Во-первых, на западе, на тунисской границе активизировались противники Каддафи, которые пытаются перейти в наступление с тунисской территории. Несколько дней назад были бои под Адждабией, которые, в отличие от боев в последнее время, были успешны для повстанцев. То есть они получили какой-то тактический успех. И, наконец, самая важная информация, это то, что с 9 по 11 число шли бои за аэропорт в городе Миссурати. Все эти бои шли не только при поддержке авиации НАТО, но и поддержке судов натовских, которые с бортовой артиллерии поддержали их. И, в общем-то, успех был достигнут. Аэропорт действительно захвачен повстанцами, но сама по себе военная база, авиационная база, она продолжается удерживать сторонник Каддафи. Если на всю эту информацию взглянуть достаточно трезво, то нужно говорить, конечно, не о переломе в боевых действиях, а о каких-то отдельных успехах. Потому что, ну, захватить аэродром при поддержке авиации, ну, это не бог весь, какое выигранное сражение. В принципе, на мой взгляд, режим Каддафи достаточно крепкий, достаточно силен до сих пор. И чисто эмоционально у него сейчас появилось намного меньше поводов и намного меньше моральных посылов для того, чтобы идти на какие-то уступки. Потому что, видимо, боль от утраты своего сына еще будет долго мучить его. Ну и когда и как это закончится в итоге? Я думаю, что если в ближайшие полгода, скажем так, повстанцы не победят... Полгода? Полгода. То есть нам ждет еще минимум полгода боевых действий? Полгода, да. Повстанцы не победят, то это будет означать победу Каддафи. То есть дальше вопрос... И что, полгода НАТО будет бомбить... Я думаю, что максимум, на что может хватить НАТО, это полгода. Хотя, отмечу следующее. Вот офицеры, воюющие на стороне Каддафи, отфиксировали, что повстанцы использовали бронетехнику, которую раньше у них не было. То есть, видимо, речь все-таки идет о том, что их перевооружают, скорее всего, за счет ресурсов с египетских складов.